Детство в погонах. Сегодня Сибирский кадетский корпус отмечает свое 25-летие. Многие его выпускники стали офицерами, а некоторые сейчас даже в руководстве страны. Восемь выпускников получили государственные награды, в том числе Орден Мужества. О том, каково быть мужчиной в юном возрасте и сударыня Академии Благородных Девиц, расскажет Александр Медведенко. В одном строю спасатели, поисковики и будущие офицеры. Настоящих мужчин воспитывает Сибирский кадетский корпус вот уже четверть века. Сейчас такой возраст, что охота все вот так, а школы все пресекают такое. И заранее привыкаешь к военной службе, к армии. Чаще всего кадетство – это подготовка к государственной службе как на военном, так и на гражданском поприще. Новосибирск – один из первых городов, который начал возрождать традиции императорских кадетских корпусов. Сейчас за право носить погоны с заветными буквами борются несколько сотен человек ежегодно. Во-первых, это урок мужества. Становимся взрослее. И кадетское братство – это навсегда. Наравне с мальчишками на плацу в погонах и девчонки. Только вместо сборки автоматов – чисто женские занятия. Различные домоводческие программы. Это какие-то вышивки, бисероплетение вот такой все, росписи. Это также навыки журналистики, экскурсоводческая деятельность. То есть, на самом деле, очень интересно. Хореография – это был у нас обязательно урок. Сибирский корпус известен на всю Россию и своим поисковым отрядом. На днях ребята вернулись из 53-й экспедиции. Шли дожди, было очень много воды и очень холодная земля еще была после зимы. Поэтому было сложно перебирать, копать. Вахта отличается тем, что она была в этот раз немного сложная, потому что мы подняли своим отрядом 129 человек. Они были перезахоронены на станции Малукса. В этот раз экспедиция вернулась со станками новосибирского солдата, который погиб на полях сражения в Великой Отечественной. Воина похоронят в эту пятницу на его родине в Новосибирске на Зайльцовском кладбище. Были обнаружены останки красноармейца и при нем находился недальонный вкладыш. Прочитывался Соловьев Андрей Николаевич, 1903 года рождения. Поисковики из Смоленска нашли у нас в Новосибирской области, в городе Новосибирске, дочку и внучку. Лишь только отгремят юбилейные парады, кадеты начнут штудировать учебники и готовиться к экзаменам. Они хоть и в погонах, но все же школьники. Александра Медведенко, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok